Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Также в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Amarkets, где каждый день мы размещаем большое количество аналитического контента. Сегодня в понедельник, традиционный для этого дня, я проведу для вас вебинар и параллельно стрим в нашем телеграм-канале. И до его начала, которое состоится в 16.00 по московскому времени, мы предложим вам несколько тем на выбор, то есть именно вы проголосуете за основной топик нашего сегодняшнего обсуждения. Кому интересен фундамент, кто хочет поучаствовать, и прежде всего, кто хочет получить информацию именно по той теме, которая вас интересует, не поленитесь сегодня, оставьте ваш голос и, конечно же, впоследствии подлючитесь к прямому эфиру, к стриму, который начнется еще раз повторяю в 16.00 по московскому времени. Друзья, ну что, мы прекрасно отработали прошлую неделю, особенно пятницу. Мы сделали ряд целей, которые ставили по некоторым активам. Мы получили то, что нам было нужно по слабости доллара, по росту рынка драгоценных металлов. Но это еще не предел тех возможностей, которые могут дальше реализоваться, с учетом того, что тенденции, на мой взгляд, с вероятностью 99,9% сохранятся в том формате, что и сейчас. Доллар продают еще после выступления Павла на симпозиуме в Джексон-Холле. И после того, как он обнадежен с мягкой риторикой, мы с вами ушли в глубокопание макроэкономической статистики и сами решили разобраться в понятии, как статистика, важные макроэкономические данные будут, разумеется, влиять на решение Федрезерва по процентной ставке. И, возможно, в этом преуспели, потому что сейчас, ну, прям очевидно совсем, что из-за таких данных, как мы получили в пятницу по Non-Farm Perils, на этом не может выстроиться жесткая монетарная политика Федеральной резервной системы. Индекс доллара в моменте 92.19, лоу был 91.93. Сделали цель 92, но на этом я рекомендовал не останавливаться. Здесь можно ориентироваться на движение доллара еще ниже. В идеале бы, друзья, снова уйти в район 90 пунктов. И сейчас, после того, как очень сильно разочаровал отчет Non-Farm Perils, я понимаю, что эта тенденция может сохраниться. И я всерьез снова допускаю, что в этом году мы, возможно, не вернемся к вопросу, который предполагает сокращение программы количественного смягчения. 235 тысяч новых рабочих мест, друзья. Вы только вдумайтесь в эти цифры. Прогноз был 750 тысяч. Я даже не припомню, когда настолько те, кто прогнозировал вот эти данные по рынку труда, именно то, сколько рабочих мест должно было быть создано, не припомню, что они настолько ошибались. Здесь прям очевидный контраст почти, не почти, а в три раза. И, конечно же, 235 тысяч – это не отчет, который говорит о том, что американская экономика восстанавливается и динамично создает новые рабочие места. Но я вас предупреждал, что цифры будут слабыми, потому что эти цифры будут опираться на рост количества заболевших в Штатах, поскольку эта статистика копилась с 15 июля по 15 августа. И даже на текущий момент мы не касаемся, может быть, системы так остро, как раньше, ковидного характера, но ее не нужно списывать со счетов, и ситуация по-прежнему опасная. Я думаю, что вот эти нисходящие риски, которые ранее повлияли на статистику, они дадут о себе знать через месяц-другой. И в лучшем случае, когда американская экономика сможет выйти на целевые значения, которыми грезит ФРС, это уже будет 2022 год. Когда заседание американского регулятора? Ближайшее 21-22 сентября. Ну точно, на этом заседании ФРС даже не сможет позволить себе озвучить такую тему, как мы рассматриваем вероятность и возможность сокращения программы количественного смягчения. Следующее заседание с пресс-конференцией состоится в ноябре и потом уже в декабре под закат 2021 года. На сентябрьское, я думаю, что ноябрьское заседание мы пока что не будем ориентироваться как на то, где решения могут быть приняты, значимые для доллара, который могли бы его развернуть. А поэтому у нас, благодаря последней риторике Паула и пятничному отчету по Non-Farm Perls, который очень сильно разочаровал, подарок. Это значит, подарок сфокусироваться в течение ближайших двух месяцев на идее слабого доллара. Я этому очень рад, друзья. Золото 1825. Сделали мы снова цель ближайшую, на которую ориентировались. Хайбл 1833. Сейчас небольшая коррекция с локального максимума пятницы. Но сильно, наверное, ниже мы не уйдем. Я думаю, что 1800 долларов за трость полностью это уже такой забетонированный уровень поддержки и, возможно, даже не доберемся до него. Индекс личных настроений указывает на то, что нужно покупать золото и ставить на 1840-1850. Я, собственно, это и буду делать. Сегодня, друзья, день труда в США, поэтому сессия будет низколиквидной. Готовимся к тому, что на рынок вернутся все участники с завтрашней торговой сессии. И мы уже с завтрашнего дня будем работать с более волатильными торгами. Но пока что есть то, что есть. И то, что мы имеем, это очень неплохие цифры по торговым идеям. Евро против доллара 1.1868. Хайбл выше уровня 1.19. Здесь также ближайшая косрочная цель сделана. На этой неделе заседание Европейского Центрального Банка я, исходя из слухов, которые появились еще на прошлой неделе, допускаю, что могут быть даны сигналы об ужесточении политики, сокращении программы экстренного выкупа облигаций. И это потенциально готово и может отправить евро-доллар к отметке 1.20. Фунт против доллара растет 1.3847. По фунту прям чешутся руки. Хочется открыть тоже длинную позицию, но покажется по временю. Просто знайте, что если вы в длинных позициях, я вас поддерживаю. Я думаю, что 1.40 это уже разговоры ближайших даже брифингов. Рынок нефти 71.81. Хайбл 73.67. Ждем все равно. Цель 75 долларов за баррель. Сегодня мы видим, как на азиатской сессии рынок поджимают. В частности, это реакция трейдеров на решение Саудовской Аравии снизить впускную цену для азиатских партнеров. Кто-то высмотрел в этом откровенный негатив, потому что это постепенно подталкивает якобы Саудовскую Аравию к состоянию ценовой торговой войны, которая ранее в 2020 году стала причиной обвала цен на нефть. Не делайте такие выводы пока что. Лично я считаю, что в этом даже кроется позитив. Отпускная цена для Европы, для США остались на прежнем значении. А для азиатских партнеров снижение цены это лишь вследствие того, что упали закупки. Мы про Китай говорили очень много. И более низкие цены простимулировать азиатских партнеров вернуться к тем показателям именно спроса, которые мы видели ранее. То есть я вижу в этом позитивный фактор. Но и в целом говорим о последствиях урагана Ида. Они никуда не делись. Ждем запасы со знаком минус как нефти, так и дистиллятов, бензина, в общем всех нефтепродуктов. Это тоже позитивные факторы. Так, СНП. Я сегодня снова открыл длинную позицию. 4532 пункта. Соответственно, ждем по американскому фондовому рынку еще более высокие ценовые значения, потому что американская фонда будет заряжена на дальнейший рост при текущей стимулирующей политике. Разумеется, движения пойдут более-менее значимы после дня труда, но в целом посыл и тенденции, я думаю, вам понятно. Я допускал, что если рынок сохранится на положительной территории, останется на исторических максимумах после данных по Non-Farm Perils, я сделаю это, проявлю решимость и попробую снова купить. Ну, собственно, именно это и сделаю. На этой неделе я предлагаю посмотреть еще за парой. Доллар канадец, сейчас котировки 1.2539, ценим 1.24. Здесь ставка на снижение доллара и восстановление рынка нет. В общем, на все пока что как бы в паруса. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока!